Всем привет! Это Универ Ньюс и в студии Верняковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. В Казанском университете состоялся просмотр короткометражных фильмов России 2017. Физики КФУ продолжили работу в экстремальных условиях нефтяной скважины. Продавать или наоборот скупать? Разбираемся с рынком криптовалюты. 19 декабря в Москве состояло заседание рабочей группы Министерства образования и науки Российской Федерации по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по подготовке специалистов. С углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах. Свой доклад об опыте развития исламского образования в КФУ министру Ольге Васильевой представил и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Предложения, которые Ильшат Гафуров внес для дальнейшего рассмотрения рабочей группой, в целом получили поддержку. А мы продолжаем. 20 декабря в актовом зале Института международных отношений истории и востоковедения КФУ состоялась публичная лекция политического публициста, писателя, автора биографии Дональда Трампа и Марин Ле Пен Кирилла Бенедиктова. 20 декабря в Институте международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета при Центре европейских исследований состоялась открытая лекция политолога Кирилла Бенедиктова. Темой встречи стала революция автономии, проект Макрон и возвращение Жанны Дарк. Политическая биография Марин Ле Пен. Эта тема, я думаю, всех интересует, то, что сейчас происходит в Европе и то, что будет происходить в Европе, скажем, завтра, послезавтра. Мне бы очень хотелось, чтобы это была именно не лекция, потому что всегда, когда есть какой-то контакт с аудиторией, когда понимаешь, что именно людям интересно, это гораздо более эффективно и более плодотворно. Мы будем говорить о том, что конкретно происходит сейчас с Европой, насколько те процессы, которые сейчас в ней разворачиваются, угрожают Европе, ну, в том виде, в котором мы ее знаем последние десятилетия. Выборы во Франции проходили довольно скучно, ничего общего с тем драйвом, которым сопровождались президентские выборы в США. С удивительно пристрастными репортажами СНН, скурпулезным почетом голосов в каждом штате в прямом эфире и постоянно меняющимися синий-красными картами. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. Для всех любителей кино в КФУ есть отличная новость. В университете прошел показ лучших короткометражных фильмов России 2017 года. Подробнее смотри в нашем сюжете. 20 декабря в Казанском федеральном университете состоялся день короткометражного кино. Мероприятие прошло в рамках флешмоба по России. Мероприятие проводится дирекцией Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Сотрудничество с КФУ ведется уже не впервые. Мы здесь проводили форум в Римкино направления киножурналистики, а осенью здесь шла прям такая большая секция интенсив по пиару в кино. Мы в принципе планируем продолжать сотрудничество. Сегодня мы даже дадим задание зрителям, чтобы они написали рецензии. Лучшие из них будут опубликованы. На показе представлены картины «Повесть мизантропа», «Двойка» и другие короткометражные фильмы. Все киноработы сняты молодыми режиссерами и были отмечены и удостоены наград на различных российских кинофестивалях. Для авторов короткометражного кино такие показы весьма полезны. Это позволит приобрести новых поклонников и сделать режиссеров более знакомыми аудиторией. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ Ньюз. Мы продолжаем рассказывать вам про экспонаты в музее имени Николая Лобачевского. Что заслужило ваше внимание на этот раз, ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Каждую среду редакция «Универ Ньюз» рассказывает про экспонаты музея имени Николая Лобачевского. Это самый молодой музей Казанского федерального университета, который был открыт 1 декабря, в день рождения великого ученого математика. В кабинете Николая Лобачевского висят настенные старинные часы. Эти часы в 1838 году заказал Иван Симонов, ректор императорского Казанского университета. Часы изготовил великий часовщик своего времени Фридрих Гаут. Футляр часов изготовлен из дорогих пород дерева и имеет природный рисунок в виде пламени. Такой эффект достигнут при помощи специального распила дерева. Если обратить внимание на циферблат, то можно увидеть надпись «Фридрих Гаут, Санкт-Петербург, Орложе де ла Марин Империаль», что означает «часовой мастер императорского флота». Эту надпись Фридрих Гаут писал на всех своих часах после того, как был удостоен этого почетного звания. Механизм этих часов позволяет им ходить очень точно. Кроме этого, к часам подводилось электричество. В специальных клипсах зажимались оголенные провода. В ближайшее время эти часы восстановят, и после долгого отдыха они снова пойдут. Олег Ашин, Светлана Фролова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Физики КФУ выяснили, как ломается защита важнейшей составляющей при добыче черного золота. Что же творится в суровых условиях нефтяных скважин, узнавала Аделя Шамилова. Что ни говори, но представить ближайшее будущее инновационных технологий очень трудно без совершенствования работы одного важного составляющего, которое носит название «оптическое волокно». Возможно, вы даже не задумывались над этим, но оптоволокна окружает нас повсюду. Даже в таких привычных в быту вещах, как телевидение и интернет. Именно при помощи оптоволокна происходит передача оптической информации. Но в этом еще не заключаются все его возможности. Они применяются в качестве сенсоров для измерения температуры, давления и механических напряжений. Кроме того, оптоволокна используют как распределенные спектроскопические и акустические детекторы для исследования нефтяных скважин. Эксплуатация оптических волокон при высоком давлении и температуре неизбежно ведет к осложнениям из-за химического взаимодействия с водородом и влагой. Несмотря на то, что ученые КФУ продолжают существенно улучшать производительность оптических волокон, проникновение водорода и влаги даже через защитный углеродный слой к сердцевине оптоволокна до сих пор остается загадкой. Это для нас не было каким-то основным направлением. Это была одна из таких частных задач, где мы путем использования вот такой новой техники в спектроскопии, которая называется гигантское комбинационное рассеяние света, нам удалось обнаружить вот такие наноразмерные углеродные аллотропы в структуре вот этого покрывающего слоя. С использованием уникального оборудования физики КФУ смогли выполнить химическую диагностику поверхности такого покрытия с нанометровым пространственным разрешением. Они обнаружили в тречинах на поверхности оптоволокна связки углеродных нанотрубок, которые могут играть роль транспортных каналов для молекул агрессивной среды. Понимание механизма проникновения водорода и влаги через защитный слой углерода позволит улучшить производительность оптоволоконных сенсоров для диагностики нефтяных скважин. Сейчас именно благодаря этой работе у нас будет большой проект, связанный с тем, что мы должны будем полностью охарактеризовать химический состав таких аморфных углеродных слоев. Ученые уверены, что проводимые ими исследования помогут оптимизировать технологические процессы в индустрии создания оптических волокон защитным углеродным слоем для их использования в геологоразведке нефтяных скважин. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Соучредитель сайта bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины и объявил, что у этой криптовалюты нет перспектив. Правда, это или очередная утка? Разбиралась наш корреспондент Анна Глазунова. Технический директор и соучредитель сайта bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, заявляют различные СМИ. По его словам, у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а вложение в него – самые экстремальные инвестиции, которые только можно сделать. Почему же, когда криптовалюта начала набирать такую популярность, сам соучредитель сайта bitcoin.com делает такие неожиданные заявления? Давайте разбираться. В целом, Эмиль Ольденбург не верит, что биткоин станет валютой для повседневного использования. Все это делается для того, чтобы люди продавали свои биткоины дешевле, а акционеры, более опытные и осведомленные, смогли зайти на рынок с минимальными затратами. На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов. За год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз. Посмотрим, как будет меняться ее цена в ближайшее время. Тогда можно уже будет делать какие-либо выводы. Анна Глазунова, Универ Ньюс. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok